В центре единоборств прошли всероссийские соревнования по пауэрлифтингу в дисциплинах спорт для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и спорт для слепых. Об ограниченных возможностях, но безграничном упорстве и силе духа Аллы Великого. Спортсмены со всей страны приезжают не только за призовыми местами, но и за личными победами. Максим Терехов известен в Тамбове как общественный деятель. Сегодня он занял второе место в категории 49 килограмм, подняв штангу почти в два раза тяжелее себя. Можно не 80, допустим, пожать, а 83-85. Для меня, чисто для меня, это не для статистики, там, куда-то там. Чисто для меня это было бы лучше. Всероссийские чемпионаты по пауэрлифтингу для слепых и людей с поражением опорно-двигательного аппарата в Тамбове проводятся с 2014 года. Сегодня к нам приехало 14 регионов, порядка 60 участников. Отборы от соревнований никуда не имеют, просто всероссийский статус. В качестве основных дисциплин в пауэрлифтинге используются три упражнения. Это жим лежа, приседания со штангой и становая тяга. Но из-за того, что у многих спортсменов проблемы с опорно-двигательным аппаратом, они соревнуются в движении жим лежа. Мирослав Арестов из Карелии приехал на соревнования со своим тренером. Он уже является серебряным призером чемпионата России в городе Суздаль, а в Тамбове он стал первым. Это было очень сложно, потому что нужно было в первую очередь попасть в категорию до 65 килограмм. У нас были с этим проблемы, потому что я чуть-чуть больше весил. Всего за полчаса тренер помог Мирославу скинуть лишний вес, ведь иначе спортсмена ждала дисквалификация. Мы успешно смогли за короткий срок скинуть 600 грамм определенными физическими упражнениями, питанием, много-много своих хитростей и тонкостей. И таким образом попали успешно в категорию и дальше справились с результатами за счет долгих тренировок и подготовки. По результатам командного зачета Тамбовская область заняла первое место. Второе забрала Курская область, третье у ребят из Брянска. Алла Белякова, Дмитрий Тищенко, Александр Кобзарев. Область новостей.